В начале этой встречи мы встали и спели «Национальный гимн Израиля» — быть свободным народом в собственной земле. Я приехал из Израиля в прошлую пятницу, и я бы хотел обрисовать для вас, как живет свободный народ в своей собственной стране последние десять дней. Две недели назад в Иерусалиме, столице свободного народа в собственной земле в десять пятьдесят утра при свете дня на главной улице Иерусалима, Яффо, через дорогу от главпочтамта, «Через угол от русского подворья, главного полицейского участка, при сотне свидетелей, араб хладнокровно убил двух евреев. Быть свободным в нашей собственной земле». «Когда евреи догнали и поймали этого араба, прибыла полиция, пустила в ход слезоточивый газ и дубинки, избила евреев и спасла араба. Сегодня он сидит в тюрьме и ест за наш счет, пьет за наш счет, национальный герой для каждого араба. Он получит пожизненный срок, возможно и более суровый приговор, два пожизненных срока, по одному за каждого убитого еврея. Он просидит в тюрьме Рамле в Бершеве года три до следующего обмена заключенными и выйдет на свободу. Точно так же, как четыре года назад отпустили на свободу 1150 арабских террористов, включая 150 убийц, причем 600 из них было позволено остаться в стране. В тот день, когда убивали евреев, когда евреев арестовывали, я отбывал 48-часовой срок в тюрьме русского подворья вместе с 20 другими нашими активистами, на которых их применили слездачевый газ. Я слышал полицейских, их горечь, их отчаяние, их гнев и их страх, вот правильное слово, страх. Сегодня евреи боятся жить в собственной родине.